Пока воспитанники детских садов и школ еще наслаждаются последними летними деньками, их педагоги уже во всеоружии и готовы приступить к работе. В этом году отдельное внимание уделят реализации национальных проектов. Мы уже вошли очень плотно в 10 национальных проектов, участие образования, но, конечно же, практически во всех нацпроектах и в демографии, это обеспеченность местами детей в возрасте от нуля до трех лет, и, конечно же, современная школа, успех каждого ребенка. Про эти проекты, про вхождение города, про участие каждого работника в нацпроектах мы будем говорить сегодня. Для этого необходим форум, чтобы обсудить будущее череповецкого образования, вклад педагогов в развитие всего города, инновации в сфере и взаимодействие с родителями. Сегодня мир стремительно меняется, и дети уже не те, они гораздо эрудировнее нас, они гораздо свободнее нас, с ними, наверное, сложнее. Это можно судить по своим детям, по своим внукам. Поэтому сегодня у вас возникают новые цели, новые задачи, соответственно, требуют и новые инструменты для их решения и достижения. Конечно, одной из самых важных тем форума станет поддержка педагогов. В городе уже реализуется несколько программ социальной помощи. Милютинские стипендии учителям, пособие на оздоровление воспитателям, выплаты молодым педагогам. Но уже с октября в городе появится еще один вид помощи. Для всех, кто приходит и работает в системе образования, уже с 1 октября можно будет направлять заявление, и мы оплатим на им жилья с 1 сентября. Инициативу педагоги поддержали. И, конечно, громом аплодисментов приветствовали коллег, которые получили награды за свой труд и вклад в развитие образования за предыдущий учебный год. Мы с вами одна команда, команда города Череповца. И как родители, как педагоги, как руководители города, мы сделаем все, чтобы сохранить лицо нашего образования. Я желаю вам амбициозных целей. Пусть ваши дети стремятся быть лучшими, пусть педагоги стремятся быть лучшими. А если они лучше, то быть еще лучше. В течение трех дней учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования будут участвовать в дискуссиях, обсуждениях, веб-конференциях, педсоветах. Почти 4,5 тысячи работников в 121 образовательном учреждении сядут за круглые столы вместе с родителями, чтобы обсудить будущее их детей и быть готовыми начать новый учебный год. От всех от Косерги Павлов. Новости. Продолжение следует.